Привет, друзья! С вами Константин Горбунов. И в сегодняшнем видео я, как всегда, хочу сделать что-нибудь необычненькое. В этом видео я хочу сделать небольшой анонс нового шоу, которое, я надеюсь, вы встретите с распростертыми руками. В первой части и во второй части немножко посмеяться, можно сказать, для тех, кто в теме. Но перед тем, как мы начнем, я хочу поздравить вас с наступающими праздниками. Сегодня 29 апреля 2016 года, я лично уезжаю отдыхать. И чего и вам желаю, с 1 по 9 число хорошо отдохнуть с наступающими праздниками. И давайте сразу же к шоу, мне уже прямо не терпится рассказать вам. Итак, шоу будет называться «Мифы и легенды о контекстной рекламе». И вы скажете, да, до такого дохрена на самом деле в интернете, я скажу, да, вы правы абсолютно. А как насчет того, чтобы взять и разоблачить все эти дебильные мифы о Яндекс.Директе? Вы ведь наверняка слышали миллион их. С 2013 года, как только появилась вот эта контора, через меня прошло огромное количество людей, которые у меня обучались, которые у меня работали. Каждую неделю по 3-4 вакансии на почту всегда падают. Люди всегда присылают что-нибудь просто unbelievable, невероятное. Такое, от чего можно зашевеляться волосы везде. Я не буду показывать сейчас где, но поверьте. Естественно, за эти 3 года появляются какие-то хохмы о Яндекс.Директе, какие-то из них просто забываются. С 2013 года довольно много чего забылось. Но некоторые, реально какие-то зачастую самые дебильные истории, они превращаются чуть ли не в мифы и легенды. В основном это, конечно, связано с Яндекс.Директом. Ладно, давайте сделаем так. Если эта идея прикольная, я сейчас более детально о ней расскажу, то поставьте лайк этому видео. Если мы наберем 200 лайков под этим видео, то я 25 где-то мая выпущу первый выпуск. Обещаю, выпущу первый выпуск о цене клика про Яндекс.Директ. Вообще все мифы попробую про цены, ценообразование в Яндексе рассказать. В прошлый раз я собирал 100 лайков под дневник SEO-незнайки. Мы собрали его за 2 дня. Так что 200 лайков, я думаю, вы наберете за майские праздники точно. Хочу сразу перейти к теме, мне прям аж не терпится. Цена клика в Яндекс.Директе. Боже, откройте YouTube, посмотрите, что люди творят. Они показывают, как уменьшить цену клика на рекламной кампании, которая лежит в черновике. В черновике! И они ее даже не запускают в этом ролике. То есть, доказательная база о том, что они уменьшили цену клика, примерно равна нулю. Естественно, есть огромное количество информации, источников и так далее, так далее, так далее в интернете, где можно почитать, как устроен аукцион Яндекс.Директ 2.0, про который, кстати, намного меньше информации, чем про первый аукцион. Ну, ввиду того, что он еще меньше пол, ну, сколько он получается, 6-7 месяцев всего лишь крутится. Люди пока еще не привыкли, не придумали еще ничего такого. Но, я вам скажу так, что с ценой клика можно разобраться прикольно, разложить все по полочкам. Как минимум, можно посмотреть справку e-help Яндекса, и там можно разложить все по формулам. Я попробую все рассказать и показать, главное, на работающих рекламных кампаниях. Остальное опустим. Второе – это бидеры, то бишь системы, ну, новое слово, которое появилось из-за некоторых людей – система автоматизации цены клика. Или, ну, как хотите, называйте, по факту это автоматизация цены клика. Вместо человека обновляет ставку компьютер. Проблема в том, что обновление ставки пропала, нужда в ней. Примерно с августа 2015 года, когда появился новый аукцион Яндекс.Директ. И до сих пор люди все равно пытаются эти бидеры всучить. Ну, я понимаю, конечно, в 2013 году это была крутая фишка, все покупали эти бидеры, кто-то делал бесплатные какие-то крутые вещи. Хочу также сказать пару слов и отдельное видео записать о сквозной аналитике. Сквозная аналитика – это просто писец, ребята. Когда в 2012-13 году появились такие вещи, как трекеры, никто не говорил о сквозной аналитике. И все, ну, все печки, которые в теме, они, в принципе, знают, что есть трекеры, они есть бесплатные, платные. Но, по большей части, вещь-то совершенно обычная, обыденная для них. Почему вдруг с 2015 года сквозная аналитика стала такой популярной? Ну, я, в принципе, и так могу сказать, ребят, но кому-то она, наверное, помогает. Но если вы никогда не открывали Яндекс.Метрику, никогда не создавали там отчеты, а отчеты там можно сделать за три минуты и совершенно бесплатно, и получить срез любой информации, то сквозная аналитика вам ничем не поможет, просто ничем. Ну, извините, вам не дано, не знаю, или что-то еще, вы просто не захотели до конца разбираться. Но ведь все можно. В Яндексе действительно уже появляются инструменты, которые позволяют взять и проверить, сколько денег вы потратили именно на этот ключ. И это связка Директ Метрика, в принципе, которая уже теоретически рабочая. Ладно, поехали дальше, просто забудем об этом. РСЯ. Там тоже очень большое количество мифов, галочки какие ставить, какие не надо. Почему сначала РСЯ работает вот в таком объеме, а потом она через неделю уменьшается? Об этом тоже отдельно я хочу видео записать. Если вам какие-то темы очень нравятся, вы пишите в комментариях, говорите, я прям хочу именно эту тему. Контекстно-медийная сеть. Ааа, просто отдельный вынос мозга. Я, на самом деле, знаю очень много специалистов-эдвордсеров, и практически, ну, собрать информацию реально, как контекстно-медийную сеть настроить так, чтобы она приносила результат, умеют единицы, и они настраивают ее совершенно по-разному. Там есть разные подходы, вайт-листы, блэк-листы, совокупность рекламных кампаний, сначала блэк-листы, потом вайт-листы, отключение мобайл-эпс, потом мобильного трафика, подключение их отдельно, настройки скриптов. Да, там есть скрипты, и некоторые люди пишут скрипты автоматизации, которые пытаются, там, например, не знаю, чистить площадки, редактировать интересы и так далее, но зачастую такие скрипты страшные, короче, трэш. Об этом хочу отдельно поговорить. Дальше. Семантика ключей в Google AdWords. Семантика ключей в Google AdWords почему стоит особняком? Потому что большая часть людей до сих пор не знает, например, что, в принципе, переминусовка в Google AdWords не нужна, как таковая, как она выглядит в Яндексе. Люди не понимают, как это вообще не минусовать ключи, то есть тот тренд, который появился в 2013 году, и в моих видеоуроках, кстати, в том числе в 2013 году, он до сих пор у людей лежит как вот мозг савдеповский, он как вот кому-то положили идею в мозг, и они вот штампуют три года подряд одно и то же. В общем, хочу отдельно рассказать про семантику ключей в Google AdWords, и да, он работает по-своему, да, там дебильная справка в Google AdWords, да, она дебильно переведена, но в принципе разобраться можно и понять, как работает на работающих рекламных компаниях. Дальше, минус-слова в Google AdWords. Хоть это относится к семантике ключей в Google AdWords, хочу отдельно вынести, потому что некоторые люди до сих пор не понимают, как же минусовать эти проклятые ключи в Google. ах, тоже хочу отдельно записать. Ну и, наверное, последний пункт, который я записал из того, что точно нужно озвучить, как за 10 минут настроить Яндекс.Директ. Тут уж совсем хохма, я, как вы понимаете, у меня уже, в принципе, смешно, и все ролики я хочу сделать с каким-то юморком, и показывать не только факты, но и показывать идиотию некоторых людей, или мысли людей, ну, в общем, вы меня понимаете. За 10 минут настроить Яндекс.Директ, наверное, можно. Можно положить 20-30 тысяч, например, на счет Яндекса, позвонить в Яндекс и попросить включить, или менеджера просто сразу дождаться, появится менеджер, и менеджер вам настроит рекламную кампанию Яндекс сразу же в Директ. Может быть, стоит сразу позвонить в Яндекс, сказать, у нас у меня лежат деньги, настройте мне, пожалуйста, рекламу. И они вам настроят, на самом деле, и вот вам 10 минут, в принципе, позвонить, и уже настроена рекламная кампания. Лайфхак! Короче говоря, у меня списочек есть, есть отдельно уже написанные сценарии, но я хочу узнать, как вам эта идея, насколько это прикольная идея, стоит ли реально заморачиваться, делать, я хочу сделать хороший монтаж, хочу сделать с такими, вроде как, с приколами, с приколюхами, чтобы вам было интересно, и одновременно покрыть всю тему из вот этих шести тем, и очень-очень детально. То есть, подойти к вопросу, например, некоторые люди до сих пор заморачиваются с аккаунтами Яндекс Директа, то есть, вместо того, чтобы новый сделать, они пытаются купить какой-нибудь старый с НДС, без НДС, зарегистрированный в другой стране, на офшорах, и чего только вообще нету, если подсчитать на форумах. То есть, люди заморачиваются, при этом, не знаю, кто-то один пишет, да, да, работает, и все-таки, да, значит, работает. Причем он не доказательный, база нету ничего, ну да, да, работает, и все люди такие, да, значит, мне это надо. И потом он пишет, да, у меня есть как раз аккаунт, и могу вам продать. Окей. Короче говоря, ребят, 200 лайков набираем, и я запускаю эту тему 25 мая, я точно смогу уже сделать первый, наверное, ролик, и он будет реально крутой. Надеюсь, что у многих побомбит, потому что у меня бомбит довольно сильно от тех роликов, которые вижу я. Вторая часть моего видео будет слегка бомбящей. Если вы почувствуете, что у меня горит пукан, наверное, так и есть, поэтому, скорее всего, я буду немножко материться, поэтому, дети, уходите, уходите от экрана, уходите. Родители, убери ребенка, пожалуйста. Спасибо. Тема второй части видео, хоть и будет, наверное, смешнявой с моей стороны, я буду шутить, но она довольно серьезная. Связана она с тем, что с каждым годом появляется все больше и больше сервисов, которые норовят вам что-то продать в Яндекс Директ. Быструю настройку, сквозную аналитику, еще какую-нибудь хрень обязательно. И такие сервисы обычно стоят полторы-две тысячи рублей, которые, в принципе, любой нормальный бизнесмен может потратить. Естественно, если перебрать большое количество сервисов, то это уже сумма 20 тысяч, 30 тысяч, что можно потратить в Яндекс Директ. И за три года, что я видел всякие различные сервисы, начиная от крупных, заканчивая мелких, у них есть у всех проблемы. Они впихивают говно. Ну, это правда. Потому что в Яндекс Директе, конечно, в 2013 году был маленький функционал. Да, можно было писать какие-то сервисы, в том числе и я писал для себя, например, для своих на тот момент клиентов, которые использовали мои сервисы, где они отслеживали статистику и так далее. Им это нравилось, у них даже возбухало в некоторых местах, ну и так далее. Потом я понял, что это не нужно, так как можно сделать отчет клиенту и, в общем-то, вести всю информацию в виде бумажной отчетности, что намного лучше клиенту, то есть у них возбухает намного больше. Ну да ладно. В 2013 году, тут как бы без спойлеров, я не сразу скажу, что по поводу рекламы, я сейчас не буду никому делать супер рекламу, хотя да, сегодня я немножко, видимо, по делу в этом видео, но не суть. В 2013 году появился сервис, не помню, как он называется, у Владимира Алаева, если я не ошибаюсь, по-моему, его Владимир зовут. Это взрослый мужик, прикольный, в принципе, чувак, который давно занимается контекстной рекламой. И я согласен, он занимается и занимался, по-моему, еще до меня, я не хочу курать, то есть до 2013 года, наверняка у него есть какие-то там видео и так далее на его YouTube-канале. Проблема в том, что он сделал сервис, и сервис, не зная, как он сейчас поживает, в 2013 или 2014 году я решил потыркать его сервис, и я понял, что, ну, в общем, есть Excel и есть этот сервис, и Excel лучше. Excel быстрее, Excel удобнее и все остальное. То есть по факту, что делал сервис? Он делал большие буквы в заголовках и делал Excel-файл. В принципе, что можно сделать в самом Excel-файле, зачем за это платить деньги? Ну, короче говоря, была идиотия. И, в принципе, я не знаю, как живет сервис сейчас, наверное, он существует в каком-то виде. Проблема в том, что таких сервисов начинает появляться все больше с каждым годом. А они не прогрессируют никак, так как это новый сервис, приходит новый чувак, он думает, что он самый гениальный, и они не умеют продавать сервис, не умеют давать правильный соус, не умеют, много чего не умеют, на самом деле, даже не умеют, видимо, настраивать контекстную рекламу, либо настроили пару контекстных реклам, и начинают думать, что они самые умные. Хорошо. Я здесь не хочу разводить споры о том, что кто самый умный. Допустим, я не самый адекватный человек, и глупый, и вообще не разбираюсь в Яндекс.Директе. Давайте подумаем, кто для таких сервисов, типа автоматизации, быстрой настройки Яндекс.Директа, являются клиентами. Совсем новички? Нет. Потому что совсем новички никогда не настраивали Яндекс.Директ, для них чуждые слова, ключевое слово, минус слово, объявления не знают, как писать и так далее. И сервис автоматизации скорее их будет тормозить, потому что они ничего не понимают. Им нужно посмотреть инструкцию, попробовать настроить самим, обжечься, возможно, еще раз настроить, возможно, еще обжечься, ну и, наверное, перейти либо уже к Excel ближе, более правильные подходы, в Директ Коммандер, правильно, возможно, купить парсер, ну и так далее. Если говорить про целевую аудиторию профессионалов, профессионалы, конечно же, у них уже есть набор программ, это Кей Коллектор, Директ Коммандер, возможно, какие-то отголоски Директ Коммандера, но Директ Коммандер сейчас хорош, бесспорно. Это Google AdWords Эдитер, если уж к Google тоже относиться, и, естественно, это Excel, без которого никуда. И, возможно, макросы в Excel, которые уже есть по стандарту. Также есть, конечно, крутые программы, я согласен, суперкрутые программы, которые, ну, там, а-ля К-50, автоматизация и так далее, которые реально стоят большие деньги, и они реально решают очень крутые задачи. Но я бы не сказал, что их функционал потрясает, просто писец потрясает. И почему меня так вот бомбит, и я все никак не могу перейти к этой теме? Потому что большая часть людей, вот этих вот, которые делают сервисов, они пытаются думать, как бы заработать бабло. Это тупо. Например, у меня есть сервис, он называется AdPump, он бесплатный. И я не вижу проблем, вообще никаких проблем. Например, доработать мой бесплатный сервис. Все. Я дорабатываю его. Я стараюсь, честно. Когда есть время, конечно. Со стороны платных сервисов, я считаю, полная идиотия. Да вообще, брать деньги на начальном этапе, потому что, если у вас полторы коллеги тусуются на вашем сервисе, значит, вы никогда его не оттестируете. Не оттестируете, значит, ваш сервис полное говно. Все. У меня 700 человек уников сидит на AdPump, и при этом теста практически никакого нет. Фидбэк от людей не дождешься, и так далее, и так далее, и так далее. Все. Это мертвая тема. Я это знаю прекрасно, знаю, как поживают сервисы, даже, как вы думаете, крутые, у которых много денег. На самом деле, там нет денег в этой нише. Так что, если вы хотите пробовать, автоматизировать Яндекс.Директ, бросьте эту затею, особенно, если у вас нет денег на рекламу вашего сервиса. За последнюю неделю ко мне пришло, наверное, человека четыре, которые хотели прорекламировать свой сервис с помощью меня. и одному человеку сегодня повезло. Я ему сделаю бесплатную рекламу. Так уж и быть. Тебя зовут Сергей. Вот, Сергей, тебе я сделаю отдельную рекламу. Бесплатную, так что можешь меня нигде не упоминать. Все для тебя. Проблема все в том, что у людей все одно и то же. Либо это клон, это пампа, то есть, у меня бесплатная программа, они сделали платные пиздец новаторы. Либо они пытаются сделать что-то вообще нахер ненужное людям. Просто, я не знаю. Ребят, идите, займитесь чем-нибудь другое. Ну, не знаю, продавайте картошку оптом или еще что-то такое. Не занимайтесь тем, чем вы сейчас занимаетесь. У вас нет денег. Все, забейте. Реально, там нет денег. Давайте к письму. Заголовок письма. Предложение по партнерской программе. Оплата за приведенных специалистов по контекстной рекламе. Специалисты контекстной рекламы стоят дорого, сразу скажу. И денег у тебя не хватит оплачивать каждого специалиста отдельно. Кстати, хочу заметить, что в письме не фигурирует ни одной экономической составляющей, что можно, в принципе, свести к тому, что человек школьник. И проблема в том, что все люди, которые мне писали, они все школьники, никто не говорит о деньгах. Если вы не говорите о деньгах, тогда у меня есть свой бесплатный сервис. Зачем мне вас рекламировать? Вы, в общем, зачем? Ну, мы сегодня смеемся, поэтому расслабимся, ладно? И забудем о том, что все вот так выглядит, плачевно. Просто хочу вам объяснить, что мне 4 человека на неделе написали с похожим предложением. Причем сервисы были абсолютно разные, и люди друг друга не знают. Переходим к внутренности письма. Здравствуйте, меня зовут Старовойтов Сергей. Привет, Сереж. Тебе отдельный респект. Я разрабатываю облачный сервис, который позволит специалистам пока текст на рекламе выполнять заказы по созданию и сопровождению рекламных кампаний в 7 раз быстрее. Ну, понятное дело, что, скорее всего, он имел в виду Яндекс.Директ, он, конечно, это не написал. И, да, в 7 раз быстрее. Не, чувак, ты что-то явно потерялся где-то в 2013 году. Ну, скорее всего, в 2013 году ты ходил в школу, поэтому я предлагаю вам получать дополнительный доход за то, что ваши ученики будут пользоваться этим сервисом. Мои ученики пользуются сервисами-платами, которые я покупаю им и дарю. Это Кей Коллектор, сразу напомню. Ну, Директ Командор я не могу продавать и покупать, он бесплатный. Церебра. Крутая программа. Феликсу привет, респект, красавчик. Все. Остальное по желанию. Хотите, пользуйтесь, хотите, нет. Это я дарю, например, на тренинге директологов сразу комплектом, потому что люди сами могут и не купить, а проще людей обучать уже на программах. Да, есть бесплатные парсеры, Магадан. Можно взять реально бесплатный парсер и там есть все. Поехали дальше. Немного видео о том, за счет чего достигается увеличение производительности. Ну, понятное дело, что там даже видео смотреть не буду, никакая производительность там не увеличивается. Подбор слов. Кей Коллектор. Все. Маски ключей. Сбор. Парсинг. Чистка ключей. Все. На выходе готова рекламная кампания. Можно их, конечно, еще сгруппировать по теплоте. Изменение порядка слов мышкой. Я вообще не пойму даже, зачем это нужно, но хорошо, Кей Коллектор, который, в принципе, удаляет все дубли, явные, неявные и так далее. Зачем это делать? То есть, изменение порядка слов мышкой, тем более рукой, это непонятная для меня функция. Автоматическое исправление заглавных букв городов. Это 2013 год, это 2013 год, чувак, 2013, ты на 3 года опоздал. Я тебе напомню, что Яндекс сейчас выпускает обновление, он как бы выпустил, но он еще это не делает, которое автоматически вставляет с большой буквы города. У некоторых, кстати, это даже уже прокатывает. Так что, твоя история вообще ни о чем. И поймите, ребят, большинство вот этих всех специалистов, которые делают системы, они вообще не разбираются в Яндекс.Директе. Они, блядь, даже не открывали никогда новости от Яндекс.Директа. Трэш. Создание вариантов объявлений для сплит-тестирования. У меня есть видео на канале АБТестинг, там за 3 минуты можно сделать в Excel дополнительное объявление. Для этого не надо быть пиздец новатором, чтобы сделать новое объявление. Вообще никак. Ну да, тестировать объявление, конечно, надо. Создание объявлений RSE. Директ-командер. Слушай, попробуй погугли, Сереж, накануне, когда увидишь это видео, а ты его, наверное, увидишь. Директ-командер. Очень удобная штука, возможно, тебе даже пригодится. Возможно, ты попытаешься даже сделать клон Директ-командера. Дальше. Получение данных компаний в Excel и публикация объявлений. Нахера эта функция, если есть Директ... А, ладно, я забыл, что ты его просто не знаешь о Директ-командере. Посмотри, в общем, по гугле. Также система позволяет быстро сделать минусовку, кросс-минусовку. Минусовку быстро помогает делать кей-коллектор. У меня есть видео, называется «Больше дела, меньше слов», где я беру и делаю рекламной кампанией. Так вот, там я очень быстро делаю минусовку. И делаю ее качественно. Я даже не хочу смотреть, как там у тебя это происходит, и не надо мне потом писать, что ты весь такой правильный. Поверь, минусовку делать лучше, как делаю, например, я в кей-коллекторе. Посмотри видео накануне. Кросс-минусовка. Директ-коммандер. Да, он делает не совсем идеально кросс-минусовку, но есть куча сервисов и бесплатных, если уж на то пошло. А вообще, директ-коммандер, в принципе, для большинства вариаций рекламных кампаний подходит полностью. Перемножение групп слов. У меня есть сервис AdPump, в сервисе AdPump есть эта функция, она бесплатная, есть это даже и в Google AdWords. В общем, твоя функция опять же не нова далеко. Получение данных о количестве показывают для искусственной семантики. Все это уже давно есть в кей-коллекторе. Да, кей-коллектор стоит 1800 рублей, по-моему. Да, я покупаю кей-коллектор. Я покупаю его для тренинга директологов в большом количестве. Естественно, у меня есть большая скидка. я скажу, что мне, может быть, не совсем нравится, как работает компания кей-коллектор, но мне нравится, как они делают кей-коллектор. Вот, кей-коллектор, программа хорошая, да, она иногда вылетает и все такое, но она реально очень удобная, ну, лично для меня. И всем, кому я отдаю эту программу, они все пищат от восторга. Ну, директологи, начинашки и так далее. Удаление дублей с учетом словоформ и порядком слов во фразах. По-моему, надо уже открыть кей-коллектор и реально показать, как это работает. Открываю какую-то вообще рекламную кампанию, неважно. Выбираю группу объявлений, могу сделать, кстати, все группы вместе, объединить, как угодно сгруппировать ключи и так далее. Если что, нажимаю вкладочку данные и здесь есть кнопочка анализ неявных дублей, которая решает все твои проблемы. Ну ладно, давайте закончим. В системе имеется бидер для автоматической корректировки ставок. Это 2013-2014 год. В 2015 году люди уже начали отходить от бидеров. В 2016 году я вижу подавляющее большинство людей, которые реально делают качественные рекламные кампании за приличные более-менее деньги и они продают свои бидеры. Я даже у некоторых купил, чтобы хотя бы посмотреть, что там внутри происходит в этом адском трэше. В 2013-2014 годах у меня делался свой бидер, который я хотел как раз в AdPump прилепить, но так как вышел новый алгоритм Яндекс.Директ, новый аукцион Яндекс.Директ 2.0, в принципе бидер уже не актуален. Отдельное видео сниму именно о бидерах в Яндекс.Директ, как они работают и нужны ли они вообще. Теперь давайте по делу. Все абсолютно эти штуки, дрюки, которые он перечислил, естественно, есть в бесплатном доступе. Абсолютно. Не надо платить деньги за это. Если, например, вы не умеете собирать семантику ключевых фраз, то вам просто нужно научиться и никакой сервис за вас это не сделает. Знаете, чего не хватает в этом сервисе? Я вам могу сказать точно. Не хватает такой вещи, как автоматизация создания объявлений. И нормальные, адекватные люди знают, что все равно нужно писать объявления. В Excel, конечно, это можно сделать. Например, можно просто размножить ваши объявления и получить какой-то прикольный результат. Потому что объявления вроде как уникальные и одновременно они повторяющиеся. Ну, практически идентичные. Все это прекрасно знают, но автоматизации хорошей для объявлений как раз до сих пор никто не сделал. Что, кстати, пытаюсь сделать я на бесплатной основе в сервисе Edpump. Надеюсь, в мае мы выкатим еще одно новое обновление, которое, в принципе, закроет весь вопрос, потому что я специально закидываю туда всякие разные рекламные кампании ключевые фразы и пытаюсь посмотреть, как сделать, как автоматизировать процесс создания любого объявления и чтобы оно выглядело действительно вкусно. Это очень сложно, это работа естественно со словоформой и так далее, и так далее, и так далее. В общем, очень много всяких разных геморроев. На данный момент я сделал такой интересный генератор объявлений. Сейчас будем его, конечно же, доделывать, переделывать. Это вещь очень интересная, которая позволит, ну, можно посмотреть даже сейчас определенную механику, да, это убирание пробелов, естественно, лишних. Возможно, каждая заглавная в заголовке, ну, тут написано, что это может не пройти модерацию. Заглавная буква в тексте, естественно, первая заглавная буква в словах, аббревиатура, города с большой буквы, перенос предлогов в конце заголовка, ну, это то, что появилось уже новое, то, что, опять же, нужно тестировать очень огромное количество ключей и смотреть, где какие косяки попадаются. Удаление слов по списку, восклицательный знак, восклицательный знак, либо другое слово, которое, естественно, можно добавить. Это замена слова на другое слово, можно списками вписывать, замена заголовка на что-то другое, если необходимо, добавление нескольких видов текстов, если вдруг один текст не помещается в конце заголовка, потому что, не забывайте, у нас, это, конечно же, только на поиске, и у нас есть 56 символов на поиске, которые необходимо правильно оформить. У нас есть первая часть текста, которая переносится, и вторая часть текста, которая у нас остается. И, в общем, мы пытаемся это сделать, мы пытаемся оптимизировать эту работу как можно, но все равно ручной труд вы никуда не денете. Если вы хотите сделать полторы тысячи объявлений один к одному, то есть написать уникальное объявление, вам придется все равно это делать самим. И никакие системы автоматизации, к сожалению, вам не помогут. Как тут написано в конце письма, хотя я уже сказал про целевую аудиторию, но в конце письма оказалось, что все-таки человек немножко разбирается в маркетинге. Одной из целевых аудиторий сервиса являются новички, которые думают, что могут качественно настроить контекст самостоятельно. Если они все же поймут, что контекстная реклама это не только механическая работа, то они смогут найти вас. Ну, во-первых, ты рекламируешься у меня, это значит, что они уже обо мне что-то знают, как я понял из того, что ты написал, хотя это я, моя, не понимай, мы по-русски не говорим. Во-вторых, новички, которые могут, не могут настроить рекламную кампанию качественно, они должны настраивать ее сами, в любом случае. Твои сервисы никак не помогут, потому что они новички, они не разбираются вообще в механике. И ты не сможешь человеку объяснить, что сервис реально нужен. Есть только ты не будешь лохотронить, что ты, скорее всего, и будешь делать. Ну, и показываешь это всем. А по поводу того, что Яндекс.Директ это не механическая работа, ты, видимо, что-то попутал. Есть механическая работа, и есть какая-то интеллектуальная работа. Так вот, в Яндекс.Директе практически нет никакой интеллектуальной работы. Уж извини. Вся интеллектуальная работа сводится к тому, что ты должен правильно собрать маски ключей. Ну, вообще, сначала проанализировать конкурентов, посмотреть их уникальные торговые предложения, выкатить свое уникальное торговое предложение, потом посмотреть, как они рекламируются, сделать лучше, собрать лучше маски ключей, собрать большую семантику ключей, почистить эту семантику, чтобы она более-менее была адекватная, потом написать объявление, засунуть со стандартными настройками рекламную компанию, поставить цену клика, все, рекламная компания готова. Это механические действия, тут нет никакого волшебства или еще что-то, что вы все пытаетесь привить. Яндекс.Директ это простая система, реально простая. Вот SEO это пиздец сложно, а директ это ничего сложного нет. Все, что вы пытаетесь придумать, это танцы с бубном, в большинстве случаев. Да, есть вещи, которые реально упрощают создание рекламных компаний, да, есть вещи, которые позволяют упростить аналитику рекламной компании, да, конечно же, без аналитики рекламной компании, но она умрет рано или поздно, через месяц, через два, через шесть месяцев, в любом случае, и умрете вы с голоду, если вы не будете анализировать рекламные компании. Но все это механическая работа, здесь нет никакого творчества. Когда вы зарабатываете бабло, это механическая работа. Творчество, тут нету творчества, ребят, это бизнес, это цифры. Да, вы знакомитесь с новыми людьми, да, вы пытаетесь сделать какое-то крутое, уникальное торговое предложение, да, вы пытаетесь сделать рекламу и так далее, вы пытаетесь все это считать, оптимизировать. Это механическая работа, это не творческая работа. Вы не рисуете красивые картины. Если вы хотите красивые картины рисовать, то этим и занимайтесь. А это механическая работа, совершенно обычная и простая. И ты просил ответить, пожалуйста, на это сообщение, вот я тебе и отвечаю. Ну, наверное, на этом все. Давайте подытожим. Я хочу опять же повторить по поводу своего шоу, которое я очень хочу запустить и писец. У меня уже горит. Собираем 200 лайков и 25 числа я выпускаю первую часть, где я попробую более детально, больше с юморком, со всеми основными моментами обсудить и рассказать основные мифы и легенды о Яндекс.Директ. Я надеюсь, Сереж, тебе это тоже понадобится. А нет, тебе это понадобится и поможет. Я надеюсь. Вот. На этом все. С вами был Константин Горбунов. Не делайте никогда сервисы автоматизации для Яндекс.Директ. Это неблагодатное дело. Не обманывайте людей никогда. До связи.